МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кимский район в республике Карелия. Территория 8 тысяч квадратных километров, где проживают около 13 тысяч человек. Здесь развернулось строительство двух гидроэлектростанций мощностью около 50 мегаватт. Эти объекты помогут сократить дефицит электричества в Карелии, ведь пока еще 60% энергии местные получают из-за пределов района. Строительство ГЭС обойдется в 200 миллионов долларов США. Половину из этих средств предоставили инвесторы. Среди них есть и китайские компании. Другую привлекли с помощью международных финансовых институтов. Это Евразийский банк развития, Международный сонный банк, дают нашему проекту финансирование в рублях. А фондирование этих банков осуществляет Нью-девелопмент-банк. Это банк, созданный пятью странами БРИКС. Договор о создании нового банка развития стран БРИКС был подписан в июле 2014 года на саммите в Бразилии. Для этой финансовой структуры Белопорожский ГЭС – первый проект в России, но далеко не последний. Банк планирует ежегодно выделять средства на реализацию различных проектов в странах-участницах организации. Наш банк не стремится к максимальной прибыли. Мы стараемся сбалансировать между жизнеспособностью проекта и его влиянием на процесс развития. Международный валютный фонд выполняет заказы в основном развитых стран. В то время как бедным государствам, особенно государствам Азии, Африки, ну в первую очередь Азии, поскольку Азиатский банк развития, мало что достается от Международного валютного фонда. Поэтому такой банк, как Азиатский банк развития и как банк внутри БРИКС, конечно, будет способствовать развитию именно стран, которые нуждаются в помощи. Помимо нового банка развития, на бразильском саммите договорились и создать пол условных валютных резервов в размере 100 миллиардов долларов США. При этом Китай внес в резервы 41 миллиард долларов, Бразилия, Индия и Россия по 18 миллиардов, ЮАР – 5 миллиардов долларов США. Из-за глобальных изменений обменных курсов доллара и евро в 2012-2013 годах в условиях инфляционного таргетирования повысилась волатильность национальных валют ЮАР, Индии и Бразилия, а в декабре 2014 к ним присоединился и российский рубль. При этом всплески инфляционных ожиданий и спекулятивной атаки на валюты стран БРИКС совпадали с международной ценовой конъюнктурой энергоносителей для России, руд и металлов для ЮАР, изделий из металлов и сельскохозяйственного сырья для Бразилии и зачастую диссонировали с фундаментальными силами. Поэтому первые совместные финансовые институты, новый банк развития БРИКС и пол условных валютных резервов даст странам БРИКС инструменты взаимопомощи и поддержания экономической стабильности. Пол условных валютных резервов был создан для предоставления среднесрочных и краткосрочных займов государством для решения проблем с платежным балансом. Он должен стать альтернативой Международному валютному фонду. Его учреждение способствует реализации стратегических целей стран БРИКС в сфере валютно-финансового сотрудничества, которыми, в частности, являются придания международной валютно-финансовой системе справедливого, стабильного и эффективного характера. Сюй Дядя – сотрудник одной из логистических компаний в Шанхае. Каждый день ей приходилось обрабатывать более 80 документов. Чтобы получить разрешение от двух правительственных органов на поставку товаров зарубежным партнерам, ей было необходимо оформить сразу два пакета официальных бумаг. Сейчас, благодаря системе одного окна, ее работа значительно упростилась. На этой интернет-площадке действуют сразу 22 разных правительственных и коммерческих органов. Для согласовывания работы сейчас нужно предоставить лишь один документ. Многие департаменты в рамках одного окна требуют одну и ту же информацию. Теперь нам не надо ее предъявлять много раз. Механизм одного окна – один из результатов российского председательства в БРИКС в 2015 году. Главная цель инициативы – наращивание сотрудничества стран-объединения для создания благоприятных условий развития взаимной торговли, упрощения процедур торговли и сокращения временных издержек при экспортно-импортных операциях. Успех системы одного окна вполне очевиден. К примеру, эта статистика показывает, что компания подала декларацию в 14 часов дня, а разрешение на вывоз товара из порта пришло уже в 15-17. Всего 90 минут ушло на обработку всей информации. Ранее на это понадобился бы как минимум целый рабочий день. Услугами системы одного окна в Шанхае пользуются 200 тысяч предприятий. Так они могут ежегодно экономить до 2 миллиардов юаней. Это примерно 300 миллионов долларов США. Этот опыт стоит распространить по всей стране. Он не только упрощает торговые процедуры, но и повышает прозрачность этого процесса. Таким образом, правительство сможет лучше проводить надзор за внешней торговлей. Механизм одного окна обсудили на седьмой встрече министров экономики и торговли стран БРИКС в августе этого года. Министр коммерции КНР Джун Шань призвал партнеров стремиться к продвижению свободной и открытой торговли. Страны БРИКС вносят существенный вклад в развитие глобальной экономики. Половина глобального экономического роста обеспечивается за их счет. Поэтому необходимо усилить сотрудничество, несмотря на вызовы и сложную ситуацию на международной арене. Страны БРИКС поддерживают создание новых механизмов двусторонней торговли. Они открыты и выступают против протекционизма. Система одного окна – это лишь малая часть усилий, прилагаемых государствами БРИКС для продвижения торгово-экономического сотрудничества между странами-участниками. Десять лет плодотворной работы принесли ценные результаты. В 2006 году объем торговли между странами БРИКС составил 11% от мировой торговли. Теперь до 16%. Китай стал движущей силой для продвижения торгово-экономического сотрудничества между странами БРИКС. Как показывает статистика, объем импорта Китая из других стран-организации в первой половине 2017 года составил 70 миллиардов долларов. Это на 33,6% больше, чем в тот же период 2016-го. Йоханнесбург, ЮАР. В инновационном центре компании «Хуавей» китайский специалист читает лекцию для местных студентов. В 2016 году предприятие и Департамент телекоммуникации и почтовых служб этой страны подписали соглашение, согласно которому «Хуавей» в течение ближайших пяти лет поможет ЮАР подготовить тысячу специалистов в области информатизации и коммуникации. Для этого в Йоханнесбурге построен специальный инновационный центр площади 500 квадратных метров. В его создании инвестировано 5 миллионов долларов. Мы попросили правительству ЮАР отобрать нам самых выдающихся студентов в этой области и оказали им всю необходимую помощь. В прошлом году мы отправили 10 лучших студентов в Китай на специальную подготовку. Также мы построили здесь новейшие лаборатории, которые открыты для таких местных вузов, как университет Йоханнесбурга, Дурбанский технологический университет и технологический университет Вааля. Меры по укреплению сотрудничества в областях технологии были обсуждены на пятом заседании министров науки, техники и инноваций стран БРИКС в июле этого года в китайском городе Ханчжоу. Большое внимание уделили именно проблемам кадров. По итогам переговоров стороны подписали Ханчжоускую декларацию, план действий по развитию инновационного сотрудничества и рабочий план по развитию науки и технологии стран БРИКС. Эти документы подразумевают более тесное сотрудничество между специалистами из пяти стран, создание совместных исследовательских центров, расширение контактов между молодыми учеными. На долю стран БРИКС, в которых проживает 42% населения планеты, приходится около 17% вложений в научно-технические разработки. А доля выпускаемых в этих странах научных статей и периодических изданий достигает 27% от общемирового показателя. Эта карта показывает уровень активности разных телекоммуникационных связей во всем мире. Чем активнее, тем ярче. Вы можете увидеть, что здесь, в Америке и Европе, очень яркий цвет, а Африка еще в темноте. По-моему, в ЮАР – самая развитая телекоммуникационная инфраструктура в Африке. Однако, по сравнению с другими странами, к примеру, с Китаем, Республикой Кореи и Японии, нам придется еще много сделать. Мы обещали принести сюда самую развитую технологию. Речь идет о технологиях больших данных и облачных сервисов. Они позволят местным операторам создавать новые продукты, улучшать качество предлагаемых услуг, увеличивать прибыль и снижать издержки. Помимо телекоммуникации, интенсивное сотрудничество между странами БРИКС наладилось и в областях зеленой энергии, космоса, биомедицины, транспорта и охраны окружающей среды. Чэнду. Провинция Сычуань, Китай. В июле 2017 года в этом юго-западном китайском городе второй раз прошел международный кинофестиваль БРИКС. Культурное событие состоялось с 23 по 27 июля. За эти пять дней были показаны 33 ленты, в том числе и фильм совместного производства пяти стран «Куда ушло время». Российскую военную драму «28 панфиловцев», «Родная душа» и бразильскую картину «Низия сердца безумия». Также на фестивале были заключены договоры о сотрудничестве между кинопроизводителями разных стран. Поскольку культурное действие на этот раз проходило на родине панд в провинции Сычуань, трофей фестиваля назвали «Панда-премия». Третий фестиваль решено провести в следующем году в ЮАР. Фестиваль – отличная платформа для представителей киноиндустрии стран БРИКС, где кинематографисты могут общаться и учиться друг у друга. В этом году на правах принимающей страны мы вручили «Панда-премии». Здесь жюри отбрасывает такие показатели, как, например, кассовые сборы, и больше фокусируется на содержании фильмов. Никто ничего не знает. Люди не знают своих соседей. Не то, что далекие страны. Надо рассказывать им об этих странах, надо встречаться, надо знакомиться, надо обмениваться информацией, обмениваться с какими-то культурными достижениями. Это очень важно. БРИКС – одна из самых молодых интеграционных группировок по историческим меркам. В организации полагают, что современные правила мирового развития, которые диктует Запад, не соответствуют ни экономической, ни политической расстановке сил и препятствуют внедрению свежих идей и решений. Всеобщими усилиями страны БРИКС пытаются доказать, что развивающиеся страны имеют право голоса. БРИКС стремится к многополярному и справедливому миру.